Приветствую вас дорогие друзья, меня зовут Криптофронтмен. Сегодня это последний биткоин анализ на этой неделе, следующий будет только в понедельник. И сегодня будет каратенечкое видео, так как у моего очень близкого человека сегодня день рождения. И я к нему готовился всю неделю. Соответственно, начнем. То, что происходит сейчас с биткоином, это очень важный момент. Мы с вами продолжаем отрабатывать наш патер три долины и река. Его смысл состоял в том, что после того, как мы пробили наклонную линию, добрались до 0.618 или 0.786, должны были ринуться дальше вниз. В точку, от которой мы исходили. Take Profit номер один, это всегда 0.236, его мы реализовали на 100%. И, соответственно, последний Take Profit у этого паттерна 18540. Соответственно, пробив данную линию, закрепившись ниже нее, с высокой долей вероятности мы должны прийти к этой точке. Поэтому наблюдаем. Также в моем Telegram-посте, в котором я опубликую все свои мысли, цели, идеи, очень подробно и скрупулезно все описываю, поэтому обязательно подписывайтесь. Так вот, было описано, что на момент 3 часа 5 минут дневной таймфрейм по-прежнему смотрится глобально шартово. Также я здесь указываю все наши недвижие цели, не забывая и про быков. И как секретик для вас был паттерн, такой как нисходящий расширяющийся клин. Так вот, он был построен по теням идеально, на 4-часовом таймфрейме. Но его рассматривал и скриншотил я в свой Telegram-канал на 15-минутном таймфрейме. Поэтому мы с вами примерно получаем интересную траекторию. Я в своем Telegram-канале очень подробно описываю все, что здесь есть, поэтому обязательно зайдите и прочитайте, так как я вам скажу основы. Мы имеем с вами на текущий момент ситуацию, в которой мы находимся. То есть, либо мы доходим до верха, откатываемся и пробиваем, забирая вот эти цели. Первый тег профит 2500, второй 2800, третий 21000. Либо от текущих, либо при откате, находясь здесь, ринемся вниз в виде сопли, дисбаланса. Такую ситуацию я уже видал на биткоине, на дневном таймфрейме. И нашими целями итоговым будет 18400-18150. Так как это сопряжено с тремя долинами река, в принципе, все намекает и сходится в сторону движения, в точку отправления. А вот непосредственно сам паттерн, нисходящий, расширяющийся клин, о котором я вам говорил на дневном таймфрейме. Расхождение, движение вверх, после чего откат, занесение топора. Но при нисходящем тренде и при медвежьем тренде, основном глобальном, мы с вами соплями проходили вниз. Это именно то, что мы, в принципе, можем увидеть. И так как вы грамотный трейдер, я вас всегда к этому готовлю, вход всегда исключительно только после пробой ретест подтверждения, это если на пробой вверх. Если движение вниз, то у нас есть зона поддержки. Если она все-таки сыпется и очень бодро, то, в принципе, это может быть тоже стать триггером для нашего входа. Да, это трейдинг. И хорошие деньги зарабатываются только хорошим трейдингом. Если поглядеть на четырехчасовой таймфрейм, то вы можете увидеть, что умные деньги у нас продолжают выходить. Соответственно, динамичный манифлоу вымывается по-прежнему. Мы еще даже не зашли в зону перепроданности, но на пути к этому. А вот индекс манифлоу все-таки в четырех часах находится в горизонтальной зоне, но в зоне медведей. То есть локально у нас шорт на момент 16.43. Дневной таймфрейм, дорогие друзья, у нас индекс манифлоу вымывается из нейтральной зоны скоро перейдет в недвижие, но пока это не случилось. Умные деньги отсутствуют сейчас. И динамичный манифлоу из пика, обратите внимание, где мы находились, продолжает двигаться вниз к нейтральной линии. Таким образом, из пика деньги вымываются. И пока разворота на момент 16.44 не наблюдается. То есть глобальный шорт продолжается. Самое интересное на объемах. Посмотрите, пожалуйста. Наши объемы уже сегодняшним днем еще день не закончился, но они чуть-чуть ниже вчерашнего дня. Ну, черт, подчеркивай, 16.44. Биржа закрывается в 3 часа перезагрузка. Поэтому нужно наблюдать. Самое интересное, это сигнальная линия. Она двигается вниз. То есть, по сути своей, намекает на то, что объемы должны будут продолжать снижаться. Это намек. Четырехчасовой таймфрейм по-прежнему находится у нас в ситуации коррекции. То есть, локальный рост. Но вы скажете, какой гусю кучерявому локальный рост, если мы с вами двигаемся вниз? Все верно. Когда у вас индюки, большинство из них говорит за лонг, а цена катится вниз или идет горизонтально, что мы сейчас и получаем, это конвергенция. В данном случае средняя. В итоге мы должны будем восстановиться. Но это может произойти и от 17.600, и от 18.600. Точно вам никто не скажет. Суть состоит в том, что это в любом случае будет. Главное, им достигнуть своих целей. Из интересных наблюдений на часовом таймфрейме у нас объемы понижали, потом повышались, сейчас понижаются, но и на повышение не идут. Если мы будем говорить вот в этом локальном моменте, то мы пошли на повышение и снова на понижение. И этот столбик, который мы на текущий момент имеем, он чуть-чуть больше предыдущих столбиков. Хотя, по сути, одно и то же. То есть, там совсем копеечки. Но то, что мы не переходим в рост, опять же, это микро-локально-шортовой сигнал. Другими словами, цену пока держат. Тем более, держат. Ёмами, какими? 10 и 20. Слабыми? Хлипкими. Максимум, что может быть они могут добиться, это подскок к Йома 50 на час на таймфрейме. Это 20 тысяч долларов плюс-минус. По карте ликвидации по такому ресурсу, как Кингфишер, лонговых ликвидаций у нас сейчас ближайших не так много. Вот именно у нас шортистов достаточно много. И они как раз-таки вплоть до тех целей, которые мы озвучивали. Посмотрите. 16 400, 16 600. Эти цели мы могли лицезреть в моем телеграм-канале. 20 200, 2600, то есть и 2800. То есть здесь все описано. Это тот лонг, который в принципе может реализоваться. Особенно если учесть, что данный нисходящий расширяющийся клин будет пробит до 20 500. То есть в принципе по картам ликвидации все совпадает. Но еще раз, не суетитесь. Код исключительно только по пробою данного клина. И только так. И так же, как я писал в своем телеграм-канале, отмена данного клина будет вот такое вот движение. То есть в оландосы мы будем дальше. Так что если мы так еще пройдемся, несколько бар свечей, то можно зачеркивать данный нисходящий расширяющийся клин, пока он работает. Если поглядеть на продажи или покупки более 5 миллионов, у нас небольшие продажи. То есть цену держат. Покупок мало. Если говорить про интерес китов на 4-4 таймфрейме, он опять же ниже принтуса. Если говорить на дельту, как положительный, так и отрицательный. То есть продажи и покупки, они сбалансированы. То есть таким образом мы и получаем вот этот боковичок флет. Если говорить по каналу Боннижера, то по сути дела своей цена хочет и должна скорее всего, как минимум на 4-х часах дойти, коснуться до медианы. После чего это может стать триггером для дальнейшего движения вниз. Или так как по индикатору Уильямса мы немного откатились, и есть еще куда падать. То есть не на самом дно. По РСА есть куда еще падать. То есть в данный момент времени конвергенции на 4-х часах по РСА мы уже не наблюдаем. И на дневке, посмотрите, по РСА падать есть куда. И по Уильямсу мы еще не находимся в зоне перепроданности. И по тому Боннижеру, который мы с вами затронули, мы ниже медианки. И как правило с высокой долей вероятности мы должны, но не обязаны, но должны, очень высокой вероятностью опуститься на дно канала Боннижера. Как минимум. Поэтому все те же 18400, 18500, 18600 мы можем увидеть. И это как раз таки подтверждает патент 3 долины и река. Более того, в своем телеграм-канале я пишу, что такой свечной модели разворотно не существует. Таким образом, данная сегодняшняя свеча, в принципе, с 95% вероятностью должна как минимум хотя бы тенью с заколом быть ниже предыдущей. А то и телом свечи. Потому что если мы даже хотим идти на разворот, по сути своей, отсюда сюда, то мы такую модель разворота не имеем. Но еще раз, как минимум закол должен быть, если вдруг будет разворот. Но опять же, глобальный шорт и локальный шорт мы тоже видим. Соответственно, должны все же, наверное, отработать данный паттерн. И, пожалуй, один из самых основных наших факторов и индикаторов. Посмотрите, маржиналочка и фьючи немножко восприяли. Да, то есть на 4 часах проявили интерес к биткоину, стали закупать. Но спот это наш основной наблюдательный пункт. Когда мы ориентируемся на него, интерес на споте падает. Почему-то на споте в основном киты. И вот они не интересуются сейчас биткоин. Что ж, друзья, надеюсь, было видео для вас полезным. Берегите себя. Увидимся и услышимся уже в понедельник. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Вступайте в мои социальные сети. Тикток, Телеграм, Твиттер. Пожалуйста, не обойдите мои биржи, Байбит и Фемик. Регистрируйтесь. Даже если вы уже зарегистрированы, почему бы не перерегистрироваться? Все же вы сделаете неприятное за то, что я делал для вас абсолютно бесплатно, безвозмездно. Почему бы и нет? Торгуете от фронтмена. И помните, если вы трейдер, то, скорее всего, вы женитесь на дюймовочке. 100%. Потому что трейдер все равно, что крот света белого не видит. Но точно так же, как и крот, любит очень сильно норки. Всего доброго. Увидимся через выходные. Всем добра.